здравствуйте герои нашего сегодняшнего ролика вызывает массу восторгов у нас прямо иногда смотришь на игру некий щенячий виск повизгивания возникает супер техника харизма вы знаете такой воин масса про него слуха входит зачастую очень нехороших майк бордена майк бординг как никто подходит в рубрику озимания из более-менее музыканта ози недостаточно известных широкой публике хотя поиграла с ози аж с 1996 года по 2010 записал с ним альбомы танк перезаписал два скандальных альбома дебютника с робом трухили этом секция не переписали помните из-за судебных процессов связанных с ликер слайком и бобом дейсли прекрасный зальник лайф от budokan японии шикарнейший анды кава 2005 года и black rain много конечно ози всегда очень хорошо отзывался майке бордене на майк бордин еще примечательным тем что он еще и поиграл составе black sabbath во время реуниона 1997 года когда билл ворд выпал ненадолго майк бордин его подменил и вы знаете вот так бывает не знаешь а на самом-то деле как-то в одном из интервью бордин рассказал что это сбылась мечта его детства поиграть в группе black sabbath но начнем всегда традиционно самого начала родился он 27 ноября 1962 года славном граде сан-франциско сожалению в 10 лет потерял мама и как он говорит это вот навалившаяся грусть усталость несмотря на то что ребенок переживания как-то спровоцировали буквально образом его на занятия музыки наблюдать пацан был одаренный из детства это одно и второе ему повезло с одноклассником его одноклассником был никто иной как бас-гитарист культивающих последствий музыкант клип бертон о котором мы расскажем нашем канале металлики он прославился конечно к сожалению краток был век его всего 24 года он пожил восемьдесят шестом году вы знаете попал авто катастрофу нелепая смерть бертона большая потеря конечно так вот как-то в семьдесят пятом году вспоминает мармурин сидели мы спальни клиффа бертона и рассуждали бертон говорит а я буду басистом а я бордин посмотрел на него я буду барабанщик и вот так вот порешили конечно юношеские потуги но это немало формировало мировоззрение музыканта притом вы знаете бертонам всегда был музыки энциклопедист кстати бордин не оставал любимая одна из любимейших команд было black sabbath еще они воспитывались на так называемой панк луне потому что до движения панковская будет вы помните сильнейший и как вспоминает бордин именно лично увиденное выступление в 77 году в интервенде секс пистол вместе они с клиффом как раз пошли бертона на этот концерт уже точно сказала направила на путь быть музыка это случилось помотала конечно по разным коллективом еще был у них дружок джим мартин это тот самый харизматичный вокалист вернее гитарист извините фэйт снова помните такое да в очках с гривой на голове шикарный джим мартин тоже интереснейший музыка ну вот потом все это разбросало конечно организовали ребята мартины бордин плюс включившийся паттон или на басу ронди потом клавишные команду великолепная команда одну из лучших команд альтернативного урока хэйтс намо честно говоря всегда был большущим поклонником хэйтс намо и остаюсь конечно в первую очередь из-за майка паттона ну и из-за майка бордера тоже не последний паттон это шикарный это наш вы знаете любимейший герой вокальный так вот фэйтс намо конечно было на плаву долго 85 году выпустили они века и вот конечно прославились с альбомом real sin 89 года на поле композиция впечатляющая эпик и вот помню перестройка где-то всю программа и нам показывают клип вы снова конечно это было нечто это было просто как в том числе игра бордина на барабанах это что-то фантастическое angel does 92 год а вот помните обложка сапли фантастическая пластинка ну и все что выходилось под первой фэйтс намо это конечно классно но у них были и спады и коммерческие некоторые неудачи но вот последние воссоединения можете посмотреть и тебе очень много был у них большущий тур в пятнадцатом году класс все настолько мощно здорово и как говорится несмотря на скажем так уже длинный путь в ребята в хорошей форме хорошая форме но мы все-таки же сегодня в рубрике о зимании поэтому давайте больше провозе так вот когда для кучки фанатов журналистов репортеров восемьдесят девятом году в лондоне прицелом удавали закрытый концерт как раз в честь альбома real sin of it снова всегда исполняли кавера black sabbath особенно удачно получается пози даже выскочил на сцену и спел с ними и тогда именно восемьдесят девятом году бордин успел вам сказать что я просто вами восхищаюсь самого детства мой кумир очень тепло сказал обозе ази это надо сказать не забыла узел великолепная память фактически на все и в девяносто шестом году он пригласил состав майка бордина у него тогда были проблемы с барабанщиками бордин вошел конечно восхищение не было предела хотя фэйс на мото да было на плаву но тем не менее тоже были проблемы отказаться от предложения узи это очень конечно сложно это невозможно притом мечта детства и он говорит поиграть с басистами такими как ввозе его кто химии из арбата это просто гизер батлер вообще король баса мы о нем рассказывали выдающийся бас-гитарист black sabbath но еще интересно что бординг поиграл с тремя басистами металлики с бёртоном джейсона не высадом составе возил на периодически привлекался с робом трухили в составе возе и составе black label сайте группы закова до гитариста то есть такой он тоже нам говорит ойзи очень ценят когда они были в паре особенно струхиль я говорит у меня лучший ритм секциями бординг барабанит так что такое печенье развалится установка это слова возе и это правда потому что любимый барабанчик с детства майка бордина это джон боном и зацеплен который всегда отличаться мимо интереснейшей игры мощью и силой своих ударов что называется палки барабанная величина из дерева такой удар что все вот-вот разнесется в пух и прах но тем не менее насколько это слушательно посмотрите даже лайф от бутакан 2002 года насколько там ритм секция мощно вообще все было ну просто супер бординг говорит что за войс ойзи очень интересно конечно он у нас босс он у нас главный надо за ним следить иногда у него все зависит от состояния здоровья настроения то он может петь быстрее то медленнее надо это все четко отслеживать потому что это осень и конечно же еще есть интересные моменты связанные с чем здесь нюансики возникают а именно многие говорят а где же еще постучал в бординг и он еще поиграл были команды были команды поучаствовал мы в примусе принимал участие вы поиграл не то чтобы особо на поиграл повторимся black sabbath участвовал black label society ну конечно основа его творчества это фейс-фейс ногу многие спрашивали как он поддерживает столь блистательную физическую форму потому что барабанная работа это сложное мероприятие он говорит всегда что он не ходит ни в такие не качалки не в тренажерные залы занимается трудотерапией узи всегда смеялся с этого потому что в его частном доме на селе живет он в пригороде сан-франциско на селе сан-франциско он ворочает гигантские валуны и строит заборы любит деревья укладывает доски но все вы знаете у кого из дачи или живет частном секторе свое хозяйство эта работа говорит укрепляет не лучше любого тренажерного зала притом для барабанщика не нужна лишняя мышечная масса она будет создавать только проблемы а нужны длинные эластичные мышцы если вы хотите заниматься развивать их спортом то это лучше всего будет йога или тай-чи вот так вот советует майбординг притом вы знаете конечно барабанщики его очень ценят даже как-то читал интервью с журналистами керанговского по-моему керанга британского журнала в общем-то говорит этот барабанщик один из самых респектабельнейших и он конечно должен быть списке лучших барабанщиков мира но это кстати не бывает и без них это бывает на регулярной основе слушайте прекрасную музыку спасибо за просмотр будьте здоровы